Тяжело вооружённый рыцарь Средневековья. На первый взгляд, неуязвимая боевая единица не могла действовать сама по себе. Рыцаря сопровождали многочисленные слуги и оруженосцы. Они прикрывали его в бою, кормили его на привале, следили за лошадьми и состоянием амуниции. Современный авианосец можно сравнить с таким рыцарем. Он точно так же нуждается в защите и поддержке. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня не найдётся ни одного военного эксперта, который поставил бы под сомнение стратегическую роль авианосцев не только в военное, но и в мирное время. А ведь полвека назад многие специалисты предрекали этому классу кораблей скорую гибель. Главным пороком авианосцев считали их огромные размеры и невиданную концентрацию на борту одного корабля, боевых самолётов, боеприпасов и авиатоплива. Субтитры создавал DimaTorzok Слишком много яиц в одной корзине, говорили теоретики, и слишком просто их разбить. Тогда эти слова звучали более чем убедительно. На вооружение флотов крупнейших держав начали поступать противокорабельные ракеты. Проблема защиты авианосцев волновала прежде всего американцев, обладателей самого многочисленного авианосного флота. В области охраны плавучих аэродромов они накопили немалый опыт. Вторая мировая, послевоенные десятилетия, в ходе боевых действий, во время противостояния времён Холодной войны, рождалась формула выживания авианосцев. Появились и совершенствовались авианосные ударные группы. Современная АУГ – это группа кораблей разных классов, которые действуют как единая команда во главе с капитаном и одновременно главным нападающим – авианосцем. Смысл существования команды прост – защитить авианосец от всех видов угроз, какие только могут возникнуть на океанских просторах. То есть от атак самолётов, кораблей и подводных лодок противника. Помимо авианосца, в ударную группу, как правило, входят 1-2 ракетных крейсера, 2-3 эсминца и 3-4 фрегата. В состав соединения входит также 1-2 подводные лодки класса «Охотник» – всего от 8 до 12 кораблей. В официальной телехронике авианосную группу обычно показывают в плотном строю. Вид подобной армады производит на публику большое впечатление. Сама воплощённая мощь проходит перед глазами. На боевой службе всё выглядит иначе. С палубы авианосца кораблей охранения обычно не видно вообще. Расстояние между ними измеряется десятками километров. Сам походный ордер представляет собой огромный круг диаметром более 100 километров, в центре которого идёт авианосец. Разбросанные по океану корабли авианосной группы представляют собой единое целое. Их связывает общее информационное поле. Электронные системы кораблей и палубной авиации постоянно контролируют воздушную, надводную и подводную обстановку. Идёт непрерывный обмен данными, которые в обобщённом виде стекаются в центр боевого управления, расположенный на авианосце. В авангарде со значительным отрывом от основной группы идёт атомная субмарина. Вторая подлодка в зависимости от ситуации может перемещаться в любой из секторов периметра, усиливая оборону ордера на опасном направлении. Обычно это лодки класса Лос-Анджелес, в особых случаях новейший Си-Вулф. Их главная роль – передовой акустический дозор и парирование подводных угроз авианосцу и другим кораблям соединения. Боковые направления обычно прикрывают крейсеры УРО – управляемые ракетной обороной. Они – основа боевого охранения группы. Чаще всего это корабли типа Тикон-де-Рога – представители самой массовой крейсерской серии в мире. У американского флота их более 40. В их арсенал входят самые современные боевые средства. Ракетная система ПВО «Иджис», ракеты «Тамагавк» и «Гарпун» – противолодочные управляемые ракеты «Асрок». Прикрытие по секторам из тыла обеспечивают ракетные эсминцы и фрегаты. Новейшие эсминцы типа «Арли Бёрк» по вооружению не уступают современным крейсерам. Благодаря ракетам «Тамагавк» они, подобно своим старшим собратьям, в состоянии атаковать удаленные от побережья надводные цели. Фрегаты – самые компактные корабли авианосной группы. Их главная роль – обнаружение и уничтожение подводных лодок противника. Наиболее распространенный тип фрегата принадлежит к семейству «Оливер Перри». На этих кораблях установлена мощная гидроакустическая станция с протяженной буксируемой антенной системой «Тактас». На фрегатах также есть ракетное вооружение, но только ближнего радиуса действия. Опыт Второй мировой войны и локальных конфликтов доказал – самым опасным врагом военного корабля стал самолет. Поэтому главный бастион защиты авианосной группы – это ее противовоздушная оборона. Ведущая роль здесь принадлежит самому авианосцу. Главные воздушные глаза корабля – самолеты «Хоук-Ай». Фактически это мини-аваксы, способные контролировать обстановку в небе в радиусе до 250 километров. Авиакрыло корабля обычно включает до шести таких машин. Когда авианосная группа приходит в заданный район океана, два самолета постоянно дежурят в воздухе. На палубе авианосца в режиме постоянной готовности находится пара перехватчиков F-14 «Томкэт». Их главное оружие – ракета «Феникс» с радиусом действия до 180 километров. В мирное время и в эпоху локальных войн авианосные ударные группы доказали свое право на существование. Однако до сих пор не ясно, насколько они будут эффективны в настоящей большой войне с равноценным противником. В 70-80-е годы наши субмарины неоднократно проникали вглубь походного ордера американских авианосных ударных групп. На так называемую пистолетную дистанцию они выходили незамеченными. Американские авианосцы могли быть гарантированно уничтожены в упор. Сегодня необходимость в таких рискованных рейдах отпала. Современные противокорабельные ракеты могут уничтожать авианосцы потенциального противника на огромной дистанции. Как и 50 лет назад, эксперты вновь предрекают авианосцам неминуемую гибель. Но гиганты океанов сдаваться не собираются. Короли и их свита получают новейшее вооружение. Как говорят защитники авианосцев, неважно, что все яйца по-прежнему хранятся в одной корзине. Главное – сохранить эту корзину. Субтитры создавал DimaTorzok